Попробуйте на любом маркетплейсе вбить в поиски «хочу купить железо». Железо препарат очень популярный, а также как омега-3 и разные виды БАД, которые заполняют наши дома. А что если я вам скажу, что эти самые популярные биологически активные добавки вам ни в коем случае нельзя покупать и использовать каждый день на постоянной основе? Сегодня мы с вами разберем три самых опасных видов БАД, которые ни в коем случае нельзя назначать себе самостоятельно. А третий вид этих БАД будет самым опасным, который может стать причиной даже летального исхода. Обязательно досмотрите это видео до конца. Первая биологически активная добавка, известная нам всем, это кальций. Мы привыкли, что кальция должно быть много в нашем организме. Наши кости на 2-2,5 килограмма состоят из кальция. Кальция можно добрать из твердых сыров, это самый понятный и простой источник. Но бывает ситуация, когда мы сами себе назначаем большое количество кальция. Прежде чем назначать себе кальций и его есть в виде вкусных конфет, обязательно обратитесь к врачу и проверьте состав своей крови, насколько хватает вам кальция в вашем организме. И что же будет от передозировок кальция, казалось бы, такого невинного вида биологически активной добавки? Если кальция очень много в нашей крови, то наши почки испытывают большую нагрузку, и там начинают образовываться камни. Очень частая история. Наша щитовидная железа начинает также страдать. Профицит кальция может даже спровоцировать опухоли в щитовидной железе. Если не работает щитовидная железа по причине большого количества кальция, то мы быстрее попадаем в состояние остеопороза, когда кости становятся тонкими, хрупкими и ломаются. А нам кажется, что чем больше кальция, тем лучше. А это обратный эффект. То же самое про йод. И вот мы подобрались ко второму самому опасному виду БАД. Логика такая же. Его нельзя пить бездумно, если ты не знаешь, в каком состоянии твоя щитовидная железа. Более того, йод очень токсичный, особенно в виде БАД. Если его принимать бездумно, просто для профилактики, мы гарантированно заходим в болезнь. Самое простое, что мы можем сделать, если нам действительно врач прописал препараты йода, и мы понимаем, что это риски, посмотрев это видео, я рекомендую включить в свою ежедневную программу питания водоросли в АКМЕ. И даже 20 грамм в каждый день достаточно, чтобы за пару месяцев добрать нужное количество йода. Но еще раз повторю, этот прием категорически нельзя делать тем, у кого уже есть состояние гипертериоза. То есть щитовидная железа избыточно производит гормоны. Самые первичные признаки того, что вы переедаете йод, это учащенное сердцебиение, состояние тревожности, сложно заснуть ночью, и вот такое перевозбуждение, которое мы можем испытывать каждый день. Обратите на это внимание. На самом деле мы не можем без врача и без анализа в крови сами себе назначать вдруг какие-то препараты. Те БАД, которые универсальны и полезны, они действительно существуют, и мы подробно их разбираем на курсе «Специалист по БАД». Чтобы не попадать в ошибки и не заниматься самолечением, я вас приглашаю пройти этот курс. Ссылку я оставила в описании. И, наконец, третий, самый опасный вид биологически активной добавки, а он же и самый популярный. Его используют и девушки, которые хотят похудеть, и спортсмены, которые выходят на соревновательный вес. И этот БАД называется «Жиросжигатель». Это большая линейка разных брендов, существует во всех странах, но большинство компонентов очень агрессивно влияют на наш метаболизм, то есть обмен веществ. И если в составе «Жиросжигателя» вы найдете кофеин, эфедрин, таурин, гуарана – все эти перечисленные вещества влияют на наше сердцебиение. То есть, съедая каждый раз эту капсулу, ты повышаешь сердечный ритм. А наше сердце – это не бесконечный орган. Если мы разгоняем сердечную деятельность за счет тренировки естественным путем, да, это хорошо влияет на работу сердечной мышцы. А если без активного включения мышц ты повышаешь сердцебиение каждый день, ты изнашиваешь свою сердечную мышцу. Ты получаешь нарушение сердечного ритма, а это может стать причиной тахикардии, вплоть до инфаркта. Серьезное нарушение всех внутренних органов, потому что мы нарушаем внутренний обмен веществ и скорость кровотока. Организм не может постоянно работать на повышенных оборотах. А сердце – это самый главный нажизненный мотор. Без всех остальных органов мы сможем прожить какое-то время, но точно не без сердца. Сердечные клапаны, сосуды очень нежные, а жиросжигатели как раз бьют по этому самому нежному и тонкому месту. Если ты действительно хочешь похудеть, то я рекомендую рассмотреть линейку эфирных масел. В мире растений есть самые сильные липолитики, то есть те вещества, которые запускают жиротопку. Это эфирное масло лимона и грибфрута будет работать с нашими внутренними жирами и также воздействует на подкожные жиры, но без повышения сердечного ритма. Это абсолютно безопасно для сердечно-сосудистой деятельности и абсолютно безопасно для наших слизистых. Как только ты используешь грубые, агрессивные жиросжигатели, на третий-второй день ты получаешь эффект диареи. И когда ты постоянно испытываешь нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, у нас меняется солевой состав. Видимо, мы можем похудеть, вода лишняя уйдет, но по-настоящему эффекты на нашу жировую ткань это не будет никак оказывать. Ты просто физически почаще ходишь в туалет, и это не очень приятно, и разрушаешь саму основу нашего метаболизма. А прием эфирных масел внутрь не оказывает побочных эффектов, если ты понимаешь дозировки и принимаешь их грамотно. Кстати, напишите в комментариях, какие вы покупали БАД, которые, во-первых, не имели смысла, а во-вторых, к сожалению, оказывали негативный эффект на ваше тело. Я помню, какое-то время из Таиланда привозили капсулы, в которых содержались простейшие гельминты, ну, то есть глисты. И очень часто многие клиенты использовали эти капсулы для похудения, даже не догадываясь, что есть в составе. Итак, в этом видео мы разобрали, на мой взгляд, три самых опасных видов БАД. Но БАД – это в целом хорошая история, когда мы помогаем нашему организму быть здоровыми. И чтобы научиться подбирать биологически активные добавки для себя, во-первых, нужно обязательно сдать анализы крови и понимать, зачем тебе нужный БАД. Во-вторых, обязательно посоветуйтесь с терапевтом или со специалистом по БАД. Или вы можете сами стать таким специалистом. Третье – обязательно смотрите сертификацию. Все БАД должны быть сертифицированы по условиям той страны, где они продаются. Берегите свое здоровье. В этом вопросе действительно нужно разбираться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео о БАД и других приемах для поддержания вашего здоровья. С вами была Наталья Шульга, парафармацевт, нутрициолог, ароматерапевт.